На КХЛТВ противостояние СКА и Рижского Динамо. Команд, которые решают разные турнирные задачи. Вернее, так. СКА решает турнирные задачи. Насчет Рижского Динамо я не уверен. С Минским Динамо там четыре заброшенные шайбы. Но это аутсайдер с Йокеритом. О, какой момент был невероятный! СКА должен был открывать счет в матче, но не получилось. Еще раз повторяю этот момент. И видите, шайб попал прямо в то место, таким образом, чтобы на пятак отскочил. И чтобы Орису было чуть неудобно выходить. Он талантлив, если не жалуется на то, что его зажимают тренеры. Не дают играть и просто используют свой шанс. Мне такие молодые люди всегда информируют. Это был матч против Йокерита, который финны выиграли с отчетом 7-0. Катастрофический матч для Рижского Динамо. Но в отдельном взятом периоде все получилось. Получается. В театре с хорошего места наблюдается за игрой. Вот это мощнейший бросок. Якупов сам бросил, сам подобрал. Я уж подумал, на второй бросок заходит. Ажиканов передернул фланг. Якупов открылся, подсел и бросил. Два подряд броска от Якупова. Первый поопаснее был, причем поопаснее, скорее, потому что... Якупов решил, ну раз у меня не получаются, пусть другие что-то подобное изобразят. Изображают из песка. И вот тут Якупов уже бросал. Верняк такой у тренеров, что молодой игрок. Как правило, все-таки 13-й нападающий. Это молодой игрок. Бывает исключение. Следующий матч Каблоков сидел 13-й нападающий. Ух, мами, очередной узкар. Это тоже полезно. Правда, на мой взгляд, все-таки... Ну, тут уже не важны мои взгляды. Тут важно, что атакует Кузьменко. И вот этот парень своим энтузиазмом способен завести команду. Кузьменко или Ворис? Что увидели? Слышали? Увидели судью. Работает переписочное зрение. Малченко передернул флаг. Отличная атака молодежного звена. И мог ее завершать Морозов. Центральный нападающий. В область шеи, головы, ушей. Даже если она не сильно летит, это очень неприятно. Выход 2 в 1 получается. Бросок! И торжествует СКА. Лехтеря отличился. И догнал Зуба по заброшенным шайбам. Ну, Лехтеря, конечно, молодец. Но вообще, Вадим Скачев здесь сделал все. Почти. Он вытащил шайбу из собственной зоны. Он такую скорость развел, что за ним не успели. При этом даже Скачев еще успел обыграть на синие линии соперника. То есть, во время обыгрыша обычный чек. Большинство рижского «Динамо» Джерин с шайбой передал ее на чистый лед. Бросок прям в пузо. Но подбор за хозяевом площадки. Поговорить не только браслами выиграть, но еще и себя проявить. И после этого единоборства на точке. Кузьменко бросает. Шайб отскакивает к Танину для нас. Так, ну это еще раз попадание в перекладину. Причем, кажется, какая-то неуверенность, что ли, в завершении атаки у Скача. Когда ты мало забиваешь, ты теряешь уверенность. И вот мне кажется, что эта неуверенность может уйти после того, как лидеры начнут забивать. Ткачев! Сегодня гол и результативная передача. На самом деле, это очень важно бросать в касание. Ну, интересно вообще. Гирц Анкипанс показал, что планшетка ему уже больше не нужна. Бесполезно что-то рисовать на ней. Тут уже голая мотивация. Кета в третья шайба! А что выбрасывать сейчас? Менять вратаря совершенно очевидно, что вратарь тут ни при чем. И самое главное, что другой вратарь, Рейни, рейтинг, ситуацию уже не поправит. Глотовы играл вбрасыванием. Тренера о нем не забывают. Голенюк. Отскок благоприятный. Потащил вориес. Оно мобилизует. Оно мотивирует. И очень часто фокисты, которые дали интервью, потом, в следующем периоде, или через период, забрасывают, отдают. В общем, оказываются героями эпизода. Сегодня победа на классе. Огоньте.